Добрый вечер! Хотелось бы говорить ещё всем доброе утро, но доброе утро выговаривается тяжело, последние пару дней так особенно, потому что сутки особо не заканчиваются. Для тех, кто живёт в Украине, хорошо это знает, потому что крайние последние два дня Россия всячески, массировано, беспрецедентно обстреливает, бомбит Украину. Сегодня была очень неспокойная ночь, но вот вчера по уже официальной информации, по подсчётам, ночь была беспрецедентная, потому что самая массированная воздушная атака была осуществлена Россией на Украину. Запустила Россия 127 ракет и 109 дронов по Украине. Вдумайтесь, вдумайтесь в эти цифры. И по подсчётам Форбс это был самый дорогой обстрел, который стоил России, вот одна ночь, 1,3 миллиарда долларов. И сколько же, вот если кто-то нас сейчас из России смотрит, вот я хочу, чтобы вы просто задумались на секунду, сколько всего можно было построить и сделать в России на эти 1,3 миллиарда долларов, которые Россия выпустила на Украину для того, чтобы убивать и разрушать Украину? Первое. Путин, я говорил недавно, Путин идиот. И я это аргументировал тем, что чувак 2 триллиона долларов с 2008 года потратил на войну. 2 триллиона долларов, на которые можно было бы сделать шикарную жизнь в России. Ну такую, что просто Россия превратилась бы в Объединённые Арабские Эмираты. Он предпочёл это выкинуть в воздух. Сегодня я тебе говорю, он идиот в квадрате, в Кубе. Просто тупое животное. Объясню почему. Ну вот он пуляет миллиард 300 за ночь. Так это за ночь с воскресенья на понедельник. А за эту ночь с понедельника на вторник тоже что-то выпулил большое. Миллиард 300 выпулить вот так вот. Идиот. Идиот. Ты понимаешь... А ты представляешь, сколько школ, сколько больниц? Конечно, представляю. Конечно, представляю. Можно было построить. На эти деньги можно много людей в России сделать счастливыми. Просто счастливыми на эти деньги. Спасти жизнь людям больным. Дать образование детям. Да просто помочь людям нормально жить. Но русские, конечно, уникальные терпилы. Вот в любой другой стране бы давно правителю задали бы вопрос. А что ты творишь вообще? Куда ты деньги пуляешь? А здесь сидят и терпят. Ещё многие радуются. О, сейчас Украине достанется. А они не понимают главного. Во-первых, это комариный укус. Я сейчас говорю по большому счёту. Но это комариный укус. Сейчас объясню. А почему Путин это делает? Давай для начала. Вот почему такие два дня, может, и дальше будут ожесточённых, ракетных и дроновых обстрелов? Конечно, он до глубины души задет тем, что Украина отхватила кусок территории в Курской области. И отхватит дальше. И не только в Курской. Это я вам скажу по большому секрету. Да, если у кого-то есть сомнения, что Украина зайдёт в другие области, не сомневайтесь. Не сомневайтесь. Сегодня у нас 27-й вечер. Вспомните, что я сказал. Значит, это первое. Дальше. Ему, конечно, кроме уязвлённости, ему хочется показать своему тупому населению, что, смотрите, страшная месть Украине за то, что они творят в Курске. Ну, какая же это страшная месть? Ну, какая это страшная месть? Теперь порассуждаем. Что мы потеряли за два дня? Да, несколько человеческих жизней. Это невозвратно и это ужасно. Дальше. Потери в энергетике. Да, они есть. Сейчас без света сидим. Ну, ничего, свет вернётся. Станет прохладнее, вернётся свет. Это не критично всё. Дальше. Пару ночей не поспали люди со слабыми нервами, а сильными вообще спали и не заметили ничего. С крепкими нервами люди есть. Которые вообще... Вообще это уникально. Если ты увидишь видео даже, вот улицы наших городов, сирена, тревога, угроза баллистики и так далее. Людям похер уже. Адаптировались конкретно. Хотя я... Так рядом разрываются. Взрывы рядом. Похер. Хотя я всех прошу спускаться в укрытие, у кого одни есть. Но я всех прошу. Особенно это касается детей, конечно. Рисковать детьми нельзя. Но. Вот я хочу, чтобы все поняли. Да похер нам. Украинцы такие люди. Уникальные. Мы адаптировались и к этому. Ну, выстрелил он на миллиард триста вот той ночи. Дальше что? Путин. А дальше? Путин. А дальше что? Ну, выстрелил. Кто-то на колени встал? Нет. Кто-то из Курской области ушел? Нет. Ну, дальше что? Ядеркой не стрельнет. Невозможно. Китай и Америка уничтожат. Я первым Китай поставил. Это не в интересах Китая, не в интересах США. И не в интересах вообще никого. И не в интересах Путина, я тебе больше скажу. Он и бесится от того, что у него, казалось бы, есть дубина, но не может ей дать по рукам никому. Дубина есть? Пользоваться дубиной невозможно. Поэтому что? Покупая тут тупорылой Северной Кореи, тупорылые севернокорейские ракеты и снаряды, которые летят не туда в результате. Что еще? Ну, что еще? Чем он нас удивить может? Чем удивлять будет? Нечем. Удивлять нечем. Поэтому говорю, идиот, кретин, тупой. Просто тупой. А мы ржем над ним. Ржем над ним, над Россией ржем. И этим смехом своим мы их уничтожаем еще больше. Дима, ключевой вопрос. Что дальше? Давай разложим, что же может быть сейчас дальше. Вот вчера вышло твое интервью с Христо Грозевым. Очень интересное интервью. Ну, как всегда, то, что рассказывает Христо, подтверждено и фактами, и той инсайдерской информацией, которую он и его блинкет, который он представляет, обладает. Очень интересно он рассказывал, друзья, обязательно после нашего эфира пойдите и посмотрите это интервью. Очень интересно он рассказывал тебе о том, что происходит сейчас в окружении Путина. Вот как настроены самые высокие генералы, как настроены олигархи, как настроены те, кто руководит процессами вместе с Путиным. Скажи, пожалуйста, вот что дальше? Ну, я должен сказать, конечно, что Христо Грозев грандиозный расследователь, грандиозный человек грандиозный, который много сделал и сделает еще для Украины. Очень интересное интервью я с ним выпустил вчера, да, понедельник же вчера у нас был. Очень интересное интервью, его посмотрели уже на двух наших каналах около 800 тысяч зрителей. Ну, и будут смотреть и дальше, и дальше. Если бы свет был, если бы свет был, у нас же вся Украина без света, но если бы был свет, посмотрели бы в два раза больше. Ну, посмотрят, еще люди такие интервью смотрят долго. Да, Христо Грозев говорил об окружении Путина. И я очень рад, что он полностью повторил то, о чем я говорю все время. Это так просто, что объясняется вот просто на пальцах. Я попробую это объяснить еще раз. Это очень важно. Что такое окружение Путина? Это очень богатые люди. Видите, с чего я начинаю? Это очень богатые люди, миллиардеры. Которые натырили свои бабки в России. Жили они всегда по принципу. Тырим в России, тратим на Западе. И размещаем на Западе. Это святой принцип путинского варья и жулья. И выглядело это следующим образом. Значит, бабки, натыренные в России, они выводили организованно на Запад. Потому что хранить в России наворованное было всегда опасно. Мало ли что. На эти бабки жили они сами на Западе счастливо. Жили их семьи, жены, дети, любовницы. Учились в западных университетах в отпрыске. Значит, покупались яхты, дома в самых лучших уголках мира. Ну и, конечно, банковские счета. И вообще, ну слушай, жизнь припевать можно. Жили просто, купались в счастье. Такие бабки. И вот оно тебе. Я, простой Ваня из Ростова или из Тамбова, или из Караганды, условно, советской. Сейчас это Казахстан суверенный. Вот я оказался в Москве, оказался у корыта. И теперь я красавец. И теперь я, мог ли я себе представить такое, что вот он, Нью-Йорк к моим ногам. И Монако к моим ногам. И Париж, пожалуйста. И могу себе позволить на своем самолете прилететь из Москвы в Милан на шопинг и потом перелететь в Париж поужинать с любовницей в дорогом ресторане на Елисейских полях. Какая же духа классная. И вдруг этот обдолбанный черт по фамилии Путин, которому в голову пришла эта имперская идея, который решил, засидевшись у власти, проучить весь мир, ему вдруг показалось, что технологичный мир должен уступить нетехнологичной вообще недостране России. И вот он пошел крестовым походом против цивилизованного западного мира. А что делать нам, окружению Путина? Если мы ему возразим, мы сейчас потеряем не только деньги, но и жизнь, может быть, свободу. Уж точно. Не возражать ему, мы потеряем все на Западе. И в результате подавляющее большинство окружения Путина стало заложниками его старческого идиотизма. Вот это важно понимать. Я их ненавижу, я их не отбеливаю, я отдаю себе отчет в том, что они такие же военные преступники, как и Путин. Это важно, чтобы мы сразу водораздел этот поставили. Но я понимаю суть происходящих процессов. Суть следующая. Они думают, что он творит? Боже, так все хорошо было. Он идиот. Что он творит? Зачем это ему? Куда он в Крым полез? Да мы нормально и так в Крым ездили отдыхать. Да у нас там прикуплены санатории, дома отдыха, земелька. Да у нас и так в Крыму все было нормально. У нас и на Донбассе все было. У нас вообще в Украине все было нормально. Куча активов. Что он хочет? А когда полномасштабное началось, они уже все под санкцией. Они уже не могут выезжать на Запад. Они уже не могут там хранить счета. Они не могут. Они яхты опечатаны. Самолеты не летают. Вообще санкции. Черт и что. И дальше происходит типичная история для любой страны, для любого строя. Потому что речь идет не об идеологии ни в коем случае. А речь идет о простых людях, которые на самом деле какое бы положение они занимали, не занимали и сколько бы они не имели чего, они остаются все равно простыми, смертными. Со своими проблемами, болезнями, ужасами, переживаниями и так далее. Мысль у них, у всех, сегодня одна. У всех. Ну, кроме, может, там, выжившего из ума Патрушева, я не знаю. В основном, давай скажем, одна мысль. Как этого старого негодяя тихонько скрутить и выдать на Запад? А лучше по головке ему чем-то пахнуть и сказать, умер скоропостижно. Чтоб закончился этот кошмар. Чтоб мы пришли к американцам, сказали, братья, товарищи, друзья, наконец этот кошмар, это же он, подонок, это он такое наделал, да мы же боялись, он нас так запугал, вы не представляете, как нам страшно было. Мы хотели уже переворот, ну невозможно. И вот, наконец, мы решились, товарищи американцы, товарищи немцы, товарищи британцы, давайте все как раньше вернем. Вот хорошо ж было раньше, хорошо. Вот и денежки шли от вас к нам за наши энергоносители, мы так хорошо себя чувствовали, и вы неплохо себя чувствовали. Что надо, давайте. Из Украины выйти, да нам нахер не нужна эта Украина, это его, его, этого подонка идея была, да мы сопротивлялись, знаете, как страшно было. Поэтому давайте подытожим, запишем, значит, что мы, из Украины выходим, да, конечно, из Украины мы выходим, репарации, да, конечно, заплатим, денег много в стране, покаяние, ни хер делать, покаемся, будем бить себя в грудь и биться головой о пол чугунный во всех церквах, пожалуйста, что еще, что еще, армию распустим, конечно, распустим, да, все сделаем, вы только знаете, что вы санкции с нас снимите, и с нас лично, сначала с нас лично, санкции, а потом с России, и пустите нас на запад, так пожить еще хочется, сука, время уходит, он нас годы украл, этот подонок, этот Путин, годы украл у нас, мы жить хотим красиво, все, договорились? Дальше идет официальное сообщение, которое не исключено будет озвучивать тот же Соловьев и та же Скобеева, хотя, я думаю, их, конечно, четвертую по дороге, но, значит, будет сказано, товарищи россияне, Путин оказался международным военным преступником, совершил такие-то преступления, все, что с нами происходит, виноват в этом он, мы нашли в себе силы, значит, сбросить его и передать в ГАГу, или Путин умер скоропостижно, не выдержал переживаний за будущее России, они найдут, что сказать, и все, перестройка, товарищи, с чистого листа начинаем, все, что было, забыли, и обдолбанный русский народ скажет, правильно, 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 мы тоже так думали, правильно, вот хорошо, что нашли силы в стране здоровой, я почему так говорю, это все уже было, надо историю хорошо изучать, когда это будет, великий товарищ Сталин, не читая этому вообще с лбом, как мои два пальца, шириной лба, не читая великий товарищ Сталин был, товарищ Сталин скрутил в баранирок полмира, вот там размах был, я его ненавижу, Сталин, я просто констатирую факт, да, еще один военный преступник, перебил всех соратников, уничтожил десятки миллионов людей в своем государстве, но он был иконой, был культ личности такой, что капец, когда Сталин умер, обдолбанный советский народ рыдал в три ручья от детей до стариков, мало кто понимал, что слава богу, что он умер, все рыдали, что ж с нами, сука, теперь будет, Сталин умер, похоронили с почестями, сначала убили соратнички, потом похоронили с почестями, потом через несколько месяцев, это Сталин умер 5 марта 1953 года, через несколько месяцев в июне убили товарища Берию, ближайшего соратника, который хотел стать первым, убили Берию, потом прошло немножко времени до 1956 года, в 1956 году выходят соратники Сталина во главе с Хрущевым, все те, кто напрямую и непосредственно участвовали в кровавых преступлениях сталинского режима, которые ставили подписи просто бесконечными списками убиваемых и репрессируемых, отправляемых в концлагеря людей, выходят и говорят, развенчиваем культ личности Сталина, Сталин-то мерзавцем оказался, и рассказывают, почему Сталин полное говно, а недавно был иконой. Но я к чему веду? И этот советский народ, который долгие годы обожал Сталина и с его именем, как говорят, шел в бой, и говорил, великий товарищ Сталин, взял страну с сахой, оставил с атомной бомбой, и этот советский народ, который молился, дрочил и кончал на портреты Сталина, сказал, точно упырь, 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 ты смотри, к чему я? С этими людьми можно делать что угодно. Они примут любую правду и неправду, они примут все. Поэтому, когда Путина развенчают и назовут военным преступником, сами же его соратники, народ будет аплодировать, и скажет, да, конечно, все правильно. Твой вопрос, когда это произойдет? Христо Грозев, тебе сказал в интервью, когда ты об окончании войны заговорил, сказал, что да, может быть и ваш прогноз в этом году, но максимум 6 месяцев. Очень интересно. Да, значит, это может произойти, Олеся, завтра, а может послезавтра, а может через месяц, а может через год. Это произойдет 100%. Я это знаю. Нужен триггер небольшой. Триггернуть это дело надо. Триггернуть это вооруженные силы Украины. Ну, если не случится какая-то случайность, нелепая. А такое бывает. Историю часто двигают случайности. Мы это тоже знаем. Вот случайность. Понимаешь, история идет по другому пути развития. Условно говоря, полетят завтра украинские ракеты. Я подчеркиваю, украинские, не западные, пока нам запад не дает пользоваться. Ну, даст, конечно, даст. Но у нас есть свое. Полетят украинские ракеты завтра на Москву, например. И не просто там в мавзолее Ленина, кому он нахер нужен, а полетят по энергетике. Вот представь себе Москву без света. Можешь представить? Запросто. Вот тебе триггер. Когда прилетит в подстанции все, и в ГЭС, и в ТЭС, и Москва останется без света. Москва, которая не чувствует войны абсолютно. Она не понимает даже, что есть война где-то. Люди живут своей жизнью. Вот это может стать очень серьезным триггером для окружения Путина. Поэтому, мое мнение, ни один человек в мире тебе не скажет, когда это произойдет. Первое. Второе. Это произойдет точно. Это я тебе говорю. Точно произойдет. Второе. И третье. В том или ином виде. И третье. Это может случиться очень неожиданно. Ни для кого. История такая парадоксальная штука, что сегодня те люди, которые молятся на портреты Путина, завтра могут на них мочиться. И в принципе... Я тебе скажу одну вещь. Путин не Сталин. На его портреты, Олеся, никто не молится. В России при всей ее тупости нет культа личности Путина. И Путин не является национальным героем. Да, он многим нравится. Но чтобы молиться, ну это сумасшедшие молятся, наверное, в психбольницах. И то в психбольницах часто люди умнее, чем те, кто не в психбольницах. В диктатурах так точно, да. В таких диктаторских режимах, как у Путина.